Тем временем почти 200 тысяч казахстанцев обучились основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес». В основном это сельские жители. И для многих проект стал едва ли не единственной возможностью начать зарабатывать, вносить вклад в семейный бюджет. Итогами уходящего года организаторы «Бастау» поделились с нашими корреспондентами. Своих выпускников проект «Бастау Бизнес» поддерживает и весьма охотно, ведь многочисленная армия учеников ежегодно получает микрокредиты и всевозможные гранты. Благодаря поддержке государства уже запустили порядка 55 тысяч проектов. Практически 70% – это грантовое финансирование в рамках программы «Янбек», а 30% – финансирование за счет микрокредитов. Проекты в сфере сельского хозяйства составили 60%, остальные 40% приходится на сферу торговли и оказания услуг. При этом выпускниками программы созданы порядка 70 тысяч рабочих мест. В этом году проекты носили более качественный характер. То есть, если раньше это были мелкотоварники, то сейчас открываются такие проекты, которые носят более широкий характер, например, производство. Также стоит отметить, что в этом году очень много проектов ушли на сопровождение, что повлияло на их дальнейшее расширение, на их рост. И также хочется отметить, что с каждым годом, особенно в 2021 году, финансирование для наших предпринимателей по проекту «Бастау Бизнес» увеличивается. Только в этом году проект «Бастау Бизнес» профинансирован почти на 23 миллиарда тенге. А вот выдачей кредитов по нему займутся микрофинансовые организации НПП «Атамикен». Мы инициировали создание единой экосистемы, которая позволяет нам обучать, финансировать и в последующем сопровождать проекты выпускников «Бастау Бизнес». Это говорит о том, что сегодня мы в 14 областях и в Шимкенте создаем микрофинансовые организации с участием региональных палат предпринимателей и местных исполнительных органов. Данный проект реализуется в рамках дорожной карты занятости. Такое ноу-хау пришлось по душе начинающим предпринимателям. От них уже поступило порядка 2000 заявок на микрофинансирование. Если верить прогнозам, то за счет этого к следующему году ожидается открытие 5000 новых предприятий и 10 тысяч новых рабочих мест, а также солидного увеличения объема налоговых платежей в бюджет. Дина Кожигалиева, Виктор Джигер из телеканала «Атомикен Бизнес».